Сначала саровские поисковики были присоединены к поисково-спасательной группе «Рысь» города Арзамаса. Днём рождения филиала «Рыся» в Сарове добровольцы считают первые поиски пропавшей девочки Зариной Афгоновой в Изнесенском районе в августе 2019 года. Хотя официальное открытие филиала состоялось годом позже. Постепенно к команде неравнодушных людей присоединялись новые волонтёры. Сейчас в отряде состоит 55 человек. Людей всегда не хватает, потому что у людей есть своя какая-то жизнь, есть работа, есть свои какие-то дела, которые тоже нужно делать. Поисковиков всегда не хватает, потому что некоторые поиски затягиваются на несколько суток, и люди устают. Их надо менять. Поэтому хотелось бы больше, но пока рады тем, что есть. Команда «Рыся» – это добровольцы-поисковики, координаторы, картографы, инфорги, а также спикеры школы детской безопасности, которую организовали участники отряда полтора года назад. Волонтёры проводят беседы с детьми в школах и детских садах о правильном поведении при чрезвычайных и стрессовых ситуациях. Короткий курс о том, как себя вести, если ты словно потерялся в лесу, если ты потерялся в торговом центре, если ты оказался там, где возник пожар. Сейчас у нас ещё есть один проект – это «Разорной рысёнок». Ну, это что-то наподобие весёлых стартов, то есть в игровой форме. Дети погружаются в атмосферу того, как всё проходит на реальном поиске. Самые главные и ценные люди в поисково-спасательной группе «Рысь» – это, конечно, добровольцы, которые на безвозмездной основе отправляются на поиски пропавших людей и днём, и ночью. Волонтёром-поисковиком может стать любой желающий саровчанин, не имеющий судимости и хронических заболеваний, а также готовый пройти специальный курс обучения. Самая важная цель «Рыси» – совершенствовать поисковую деятельность, чтобы по итогу как можно чаще звучали слова «найден жив». В этом году у нас более, так сказать, успешный год в плане находок людей, нахождениями на живыми. То есть в прошлом году эта статистика была более печальной. К сожалению, на данный момент на территории города Саров три человека до сих пор остаются ненайденными. Сейчас, в осеннее время, часто теряются гребняки. Если вы идёте в лес, одевайтесь теплее, берите с собой с запасом еду и воду, полностью зарядите телефон. Поисково-спасательная группа «Рысь» особо обращает внимание родственников пропавших. Не выжидайте, если человек не пришёл домой вовремя. Сразу же обращайтесь в полицию или звоните по номеру 112.